Мы в поселке Селингинска. За моей спиной одно из самых продвинутых образовательных учреждений в Кабанском районе. Все потому, что в прошлом году техникум стал участником нацпроекта образования, выиграл грант и открыл пять мастерских по стандартам WorldSkills. В мастерских всего пять, и каждая по-своему уникальна. Например, здесь занимается разработкой и веб-дизайном сайтов. С двумя мониторами намного проще, потому что постоянно вкладки не менять их. Тут все видно, что ты сделал, а тут можно сразу отректировать. Раньше был, как обычный компьютер, один монитор. Была на наш счет перечисленная федеральная субсидия в размере 29 миллионов 150 тысяч рублей, на которые мы скупили соответствующее оборудование. У нас более 150 наименований компьютерной техники. Мы приобрели более 12 программ, которые будут использоваться на этих персональных компьютерах. Мы приобрели, кроме этого, специальные установки, стенды, так называемые, для лаборатории по электромонтажу электрических линий. Мы приобрели учебно-программное обеспечение. Мы должны были переобучить своих педагогических работников по специальной программе, специальных учебных заведений, которые занимаются этим. Дети очень умные, и мы стараемся вперед их научиться и научить их хорошо. Теперь пропусков у нас нет. Вот это устройство, оно стоит миллион. То есть оно, мы так давно о нем мечтали. Какие навыки отрабатывать? Они навыки, то есть они вот сейчас, студенты подключают его. То есть полностью устройство, это мы проходили на руках, это на картинках. И что вам нужно сделать? Подключить все эти провода, оно подключается к маслянику, потом сюда подключить будет. А как вы уже собираетесь? Здесь очень много проводов, вы смотрите. А тут вот, маркировка есть. А сейчас мы находимся в мастерской, где разрабатывают компьютерные игры, мультимедийные приложения. Вот такой компьютер стоит 150 тысяч рублей. Но самое ценное – это программы, которые в нем установлены. Можно создавать логотипы, например, телепередач. Допустим, кадр, в котором логотип канала будет как-то изменяться. В старых программах меньше возможностей. Да и как-то интереснее работать на новом оборудовании, на новых программах. Одним словом, мы перестраиваемся для того, чтобы работать по-новому. Екатерина Устышенко, Эрдем Гармаев, телекомпания АТВ.